Здравствуйте, уважаемые телезрители! Гость нашей сегодняшней программы, глава муниципального образования города Десногорск, Андрей Николаевич Шубин. Здравствуйте, Андрей Николаевич! Здравствуйте! По инициативе главы, общение с Десногорсками при помощи нашего телеэфира стало доброй традицией. Анонс сегодняшней встречи был размещен на всех информационных порталах, и каждый житель мог задать свой вопрос главе города. Начнем мы наш сегодняшний эфир с главной темы, которая волнует большинство горожан, а потом перейдем к другим вопросам. Дорогие десногорцы и гости города, сегодняшний эфир стал уже доброй традицией в общении между властью и жителями. И тема, которую мы сегодня выбрали для нашего общения, это дороги. Потому что и в интернет-пабликах, и непосредственно в письменном виде, при обращении в муниципалитет, эта тема очень сильно волнует наших горожан. В настоящий момент на территории муниципального образования по рядной организации Русловской ДСПМК приступила к выполнению работ по ремонту уличной дорожной сети. Контракт с данной организацией у нас уже заключен. В настоящий момент по этому контракту на территории города будет выполняться ремонт восьми дорог общего пользования. В данном случае на автомобильных дорогах Н3, это перекресток возле РСЦ, дорога Н11, обездная дорога Н14, подъездная дорога к восьмому микрорайону, автомобильная дорога Н12 вдоль УТЦ, автомобильная дорога Н36, это дорога у нас, которая проходит от жилых домов номер 1А1Б в сторону третьей школы. Также ремонт автодороги Н62, это в районе магазина «Феникс», автомобильная дорога Н95, это четвертый микрорайон, жилый дом номер 10. Там непосредственно уже проведены работы по фрезерованию автомобильных дорог. На автомобильной дороге Н11, Н14, Н12 дорожники уже уложили у нас асфальт. И в настоящий момент работы там продолжаются. Начиная с 22 апреля на автомобильной дороге Н95, это четвертый микрорайон, дом номер 10, также произойдет у нас укладка асфальта, ну и, соответственно, в дальнейшем, в соответствии с контрактом по графику, дорожники непосредственно будут выполнять работы. Помимо той работы, которую выполняет у нас подрядная организация и по существующему контракту, мы планируем в рамках программы «Мой любимый город» привести в порядок еще пять автомобильных дорог. Это дорога Н1, которая у нас въезд в город, наша магистральная улица, автомобильная дорога Н6, автомобильная дорога Н10, Н8 и Н4, где нам предстоит еще выполнить ямочный ремонт. В части, касающихся вопросов гарантийных сроков по предыдущим контрактам, это 2017-2018 год, дорожники также будут выполнять ремонтную работу. Но вот в настоящий момент на автомобильной дороге Н3, это возле памятника Орелы, Ростовская ДСПМК уже выполнила часть работ по непосредственно гарантийному обслуживанию. Я понимаю, что многих наших горожан волнует автомобильная дорога на Кукуевку. В части, касающейся Кукуевки, автомобильная дорога Н9А, она будет отремонтирована у нас до поворота на Савеево-Николаевское и на поворот на Кукуевку. А сама дорога, которая проходит по первому, второму и третьему полю, значит, эта дорога будет ремонтироваться в рамках гарантийных обязательств по контракту еще от 2017 года, где проводились работы. И остается у нас проблемный участок непосредственно от поворота до непосредственно Савеево-Николаевского и Товарищеского Кукуевка. Значит, там мы сейчас ведем работу по привлечению и изысканию дополнительных денежных средств. Так как у нас весеннее обследование дорог комитетом по городскому хозяйству уже завершено, мы понимаем, какие там нам необходимы объемы, и вот в этом направлении, соответственно, мы сейчас работаем. Андрей Николаевич, спасибо большое за развернутый комментарий по этой теме. Тем не менее, этот вопрос действительно очень интересует всех наших жителей, поэтому давайте мы перейдем непосредственно к вопросам. Например, вопрос от Ивана Сергеевича, жителя третьего микрорайона, дом номер 8. Иван Сергеевич интересуется, с приходом весны на дорогах города появилось много ям. Что администрация собирается этим делать? Ну, как я уже сказал, вот те дороги, которые у нас не вошли в контракт по 12 миллионам, которые нам выделены, мы будем закрывать через программу «Мой любимый город». Программа «Мой любимый город» на территории нашего города работает уже последних два года. Значит, средства и помощь нам оказывает Смоленская атомная станция. И я надеюсь, что мы в этом году в рамках данной программы, в том числе, и частично закроем и эту проблему, в части касающейся ямочного ремонта вот тех небольших участков, которые у нас имеют повреждения после зимы. Спасибо за ответ. По поводу ремонта дорог, который был проведен в 17-18 годах. Не секрет, что то дорожное покрытие, оно уже утратило свои первоначальные свойства. Есть где-то ямы и прочие такие неприятные элементы. Будут ли какие-то гарантийные ремонты на те работы? Карантинные ремонты по данным автомобильным дорогам установлены, значит, это не менее трех лет. И поэтому, где дорожная организация выполняла работу, понятно, что и есть проблемы. Там будут проводиться мероприятия по устранению вот этих всех дефектов в масштабах всего комплекса ремонта дорог. Ну, ранее я уже остановился, особенно на тех местах, которые, соответственно, волнуют наших граждан. Спасибо за ответ. Семен Григорьевич, 4-й микрорайон, дом 10 интересуется. Будет ли отремонтирован участок за 10-м домом? В 2018 году дорогу лишь подготовили к ремонту, и на этом работы, к сожалению, закончились. Ну, я скажу так, значит, в 2018 году, вот это проблемное участок, который у нас за 10-м домом, по большому счету, те ямы, которые были, там засыпали фрезой. Ну, потому что другого материала у нас не было, и средств, соответственно, на ремонт той дороги не было. Так как эта дорога у нас включена в контракт 2019 года, и сейчас там уже пришли работы профи в фрезеровании, и на текущей неделе при погодных условиях, соответственно, дорожники будут укладывать уже асфальт. А при этом какие гарантийные работы на этот участок распространяются? А как и везде, 3 года. 3 года, да. По всем дорогам. Андрей Николаевич, мы уже затрагивали тему Кукуевки, дороги на Кукуевку. Вы открыто на этот вопрос ответили. Тем не менее, вопросов было немало. Давайте еще раз остановимся, пожалуйста, на основополагающих моментах по этой теме. Что будет с дорогой на Кукуевку? Как я уже сказал, значит, до перекрестка Кукуевка-Николаевская, дорога Н9А, она будет ремонтироваться картами по контракту текущего года. По самой Кукуевке, где в 2017 году частично был ремонт, значит, и где участки имеют повреждения, будет ремонтироваться в рамках гарантийных обязательств. А вот от перекрестка до Кукуевки, первое поле, так как этот участок, он довольно-таки выглядит, мягко говоря, непрезентабельно, мы провели обследование, составили акты, оформили все сметами. Теперь останется вопрос только найти средства. Участок, он, понятно, что он проблематичный, и для того, чтобы его отремонтировать, нам необходимо 9 миллионов рублей. Сумма эта довольно-таки приличная, вы их прекрасно понимаете. И как в дальнейшем будет развиваться этот вопрос, по привлечению средств, из какого источника, этим вопросом непосредственно сейчас занимается муниципалитет. Есть более, как сказать, дешевый способ, это пустить туда фрезу, это примерно где-то порядка 700 тысяч рублей. Но вы же прекрасно понимаете, что фрезу убрать это одно, и, допустим, даже ей отсыпать обочины, но потом необходимо все равно средство на укладку асфальта. То есть работа в этом направлении, она ведется, останавливаться она не будет. В любом случае, мы наших жителей в этом направлении будем информировать. Кстати, касаемо средств на текущие работы. 12 миллионов рублей наделали очень много шума в умах наших жителей. Кто нам помог получить эти средства? Первый – это губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский, генеральному директору концерна «Росэнергоатом» Андрею Винальевичу Петрову, депутату Смоленской областной думы Михаила Васильевича Лосенко, ну и, соответственно, в этом вопросе принимал решение я как глава муниципального образования. Вот в такой связке мы постарались решить эту проблему в нашем городе. А этой суммы хватит на текущий ремонт или планируется изыскание еще каких-то средств? Вы знаете, денег никогда много не бывает. Вот по результатам данного аукциона, который проходил, то есть 12 миллионов, данным было выделено, сам контракт у нас заключен на 11 миллионов с копейками. Вот, еще миллион рублей, который остался, он пойдет тоже на ремонт дорог по тому же перечню. Андрей Николаевич, вопрос от жильцов второго микрорайона. Жители второго микрорайона хотят организовать субботник во дворе. Кому им можно обратиться за помощью? Могут обратиться непосредственно жильцы в комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу, управляющий организацией МУП ККП, ну и, соответственно, ко мне, ко главе. Поэтому мы всегда открыты для диалога, и, соответственно, если необходима помощь, то я готов, соответственно, поучаствовать, подключиться к решению данного вопроса. Спасибо. Хочу напомнить нашим телезрителям, что тема субботника, она крайне актуальна, и любой желающий может сделать наш город чище. Садовое товарищество Десна, представитель Ирина Петровна, с вопросом, будет ли в этом году муниципалитет оказывать помощь в субботнике на территории садового товарищества? И когда это можно ожидать в случае положительного ответа? Ну вот, Ирина Петровна, значит, я отвечу в таком формате. Значит, проведение экологического субботника садоводческих товариществ, ну, по крайней мере, садоводческого товарищества Кукуевка, первого, второго и третьего поля, стало доброй традицией уже на протяжении последних двух лет. То есть мы в 17-м году эту работу совместно с садоводами проводили, в 18-м году, и, соответственно, так же будем делать и в 19-м году. Ну, что для этого необходимо? Первое, значит, садоводы должны определиться с датой проведения субботника в своем садоводческом товариществе, проинформировать об этом муниципалитет. Субботника в плане сбора мусора, значит, садоводы проводят сами, а муниципалитет непосредственно помогает с вывозом и утилизацией данного мусора, но уже в новом формате через региональный оператор. И, пожалуй, заключительный вопрос сегодняшнего эфира, который, наверное, касается спорта и молодежи. В первую очередь это вопрос скейт-парка. Андрей Николаевич, что это такое за проект, тоже весьма шумный, и когда он будет реализован? В 2017 году, когда мы демонтировали малые формы бывшего скейт-парка, который у нас находился в 6-м микрорайоне, ну, на то были причины, потому что он был довольно-таки небезопасен. На наших интерных площадках, ну и, соответственно, к нам в адрес муниципалитета, обращались наши десногорцы с вопросом, а что дальше? То есть убрать убрали, а нового ничего не поставили. На что было принято решение, что мы найдем, как решить этот вопрос. В 2018 году у нас, к сожалению, не получилось, а вот в 2019 году этот проект будет осуществлен. В настоящий момент мы приняли участие в конкурсе фонда содействия развития муниципальных образований Ассоциации территории расположения атомных станций среди некоммерческих организаций и выиграли свой социальный проект, это скейт-парк. Стоимость данного проекта 3 миллиона рублей. Данная скейт-площадка будет установлена у нас в районе ФОКа и детско-юношек спортивной школы. Принято это решение было потому, что данная территория, она не то что находится на удалении, Во-первых, там есть свободная площадь, где можно мобильную площадку сделать. Во-вторых, у площадки должен быть хозяин, который должен отвечать за ее сохранность, эксплуатацию. Ну и мы же посмотрели немного вперед, с учетом того, что мы в этом году принимаем участие в конкурсе малых городов, это федеральный проект, и в перспективах у нас реконструкция нашей городской набережной, так вот там тоже будут предусмотрены определенные площадки для различных видов спорта, в том числе и экстремальных. То есть это дальнейшее развитие той территории, которая у нас есть. Ну и плюс, я же прекрасно понимаю, что если мы поставим новое оборудование на том месте, где оно было, в окружении жилых домов, я думаю, что там будет мало, как говорится, восторга от местных жителей, которые проживают, потому что все-таки шум гамма, он вызывает определенный дискомфорт. Вот. А та площадка, которая освободилась, мы, соответственно, подумаем вместе с нашими горожанами, что там можно будет сделать. То есть в любом случае тот земельный участок, он просто так поставить не будет. Спасибо, Андрей Николаевич, что вы нашли время посетить нашу студию. Мы поддерживаем ваше решение проводить подобные телеэфиры. Это действительно стало нашей доброй традицией. И тогда, конечно, злободневные темы наших жителей не останутся без ответа. Я с вами полностью согласен, и пользуясь возможностью, которую мне вы любезно предоставили, я приглашаю всех наших десногорцев принять участие в общекородском субботике, которое пройдет 26 апреля текущего года. Для того, чтобы наш город стал еще уютнее, мы все должны его любить, сохранять то, что мы имеем, и приумножать. Полностью с вами согласны. Большое вам спасибо и до новых встреч. Спасибо. До новых встреч. А я напоминаю телезрителям, что обратиться к главе города вы можете, используя контакты, которые вы видите на своих экранах. Спасибо вам за внимание и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова